ты издеваешься ты мне звонишь в москву спросить что приготовить готовь что хочешь авария случилась я не знаю страна развлечений для детей ну реально я чуть светлее чем на самом деле кажусь зачем я столько набрала задолбалась немножечко если меня обнять мне кажется я выскользну извините а вы думали все будет с самого начала идеально всем привет меня зовут аннушика это новый блок из астаны сейчас 32 градуса стоит ли говорить как мне жарко сегодня воскресенье мы решили пойти в местный океанариум посмотреть как там что там надеюсь он вообще работает потому что мы даже не мониторили сегодня утром красилась и это просто ужас у меня ужасный консилер или корректор не знаю как убрать называется от эвелит и у меня от него постоянное раздражение другого я себе не покупаю потому что я вечно забываю его я сегодня не могла покраситься девочки меня поймут когда у тебя слезится глаз основа не ложится я потратила на это наверное час тушью не красилась потому что нет смысла потом я буду бандой глаза жутко связятся что еще из нового да ничего в принципе от предыдущего блога прошли два дня я не снимала пятницу субботу просто отдыхали да и все новостей так как таковых нет судя по количеству людей выходящих оттуда океанариум сегодня работает колесо обозрения рядом с которым мы на картинге катались а это океанариум цены 3600 за человека взрослого в этом океанариуме есть еще автопарк он за моей спиной но вы посмотрели там вроде горки такие для детей но тут очень здорово на самом деле у меня были ожидания что тут будет просветский океанариум какой-то а тут прям я не знаю страна развлечений для детей джунгли моя ладонь и рыба они такие большие они как моя голова здесь ну малыш и у в в они вот и он и Субтитры сделал DimaTorzok Там в соседнем туннеле будет шоу русалочки, мы будем идти или нет, в котором и детская программа будет все Это весь океанар? Да, это весь океанар Не пойдем О, какие милые терпошки Акула, почти как из океана Ладно, нет, вообще не похоже Давай А что на камеру? Чтобы зафиксировать все бабули А что пиво? Промахнулся О господи, на этого Джокера Если честно, оно того не стоит Там один туннель, два туннеля в одной недре Но зато шоу русалки Куча людей и несколько рыбешек, которые я вот засняла Здесь аттракционы намного интереснее, чем океанар Дошли мы до Центрального парка Посмотрите, сколько тут людей Особенно там фонтанов Наверное, все в фонтанах А тут вот дети купаются Сошли в донор, покушать Потому что в Центральном парке, я не знаю, где еще можно покушать Мы пришли вот в эту зону фудкорта Там была одна пиццерия, но там пицца вообще не очень неаппетитная выглядела Вот это вот стритбургер называется Тут интересно Ну, я думаю, что да, тут много кто ест А я взяла себе такой твистер И за все это отдали тысячу рублей Вкусно? Мне кажется, курица сочная, нет? Тут в Астане, наверное, во всем в Казахстане Есть очень популярная сетка мороженых Называется бомбины И когда бы я не проходила мимо Всегда стоит колоссальная очередь А та, которая в Ханшатыре, она в виде кафешки Там всегда забиты все столики Мне всегда было интересно, что это за мороженое Но я всегда отвлекалась на кокшиталское мороженое И в итоге сейчас мы думаем взять бомбина мороженое Потому что я как-то смотрела рекламу Как делается это мороженое Что из натуральных орехов, из натуральных фрукт, ягод И действительно, ты когда посмотришь этот ролик Ты думаешь, вау, сколько денег они тратят на это мороженое Надо его попробовать Вот поэтому пришли сейчас пробовать Взяли мы мороженку Я взяла со вкусом дыни Там было 4 вкуса Баблгам, дыня, ягодные и киви А Артур взял киви Так как я не люблю киви Я помню, я в тиктоке своем это сказала Меня все зачмырили Я не очень люблю киви И вот когда пробуешь мороженое Оно прям киви-киви Артур вот его любит А я люблю дыньку Попробуйте Вкусное мороженое Очень вкусное мороженое Смогла бы я на постоянке есть такое Для меня оно сладковато Все-таки ванильная кокшетауская вкуснее Рядом с аттракционами есть такая зона за бассейном Там люди отдыхают, купаются Такая вот прям пляжная вечеринка Мы знали про эту зону Артур сегодня предлагал сюда пойти Я чуть не захотела А там очень круто Можно в будний день Там реально сейчас много пробу Артур В итоге мороженое слишком сладкое получилось Особенно вот это вот то, что мы среднее взяли Ты ее ешь, 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 ешь Она не заканчивается В следующий раз, если ее брать То маленькую вот этот вот детский рожок Ребята, на моем лице сейчас отпечатки Это от массажного столика Мы решили вечерком прийти на массаж И я вообще не повелела Потрясающий просто массаж Это можно было взять час или час двадцать И вот час двадцать массируют все тело Мне сняли мою резиночку Распустили мои волосы Сделали массаж голову, шеи Я прям стонала, когда делали лопатки, шеи, позвонки Очень было больно Руки, ноги, стопы Прям делают все У нас был парный массаж В этой студии Это было просто потрясающе Правда, я сейчас вся в масле Если меня обнять, мне кажется, я выскользну Мы сейчас поедем на великах Вот мы сюда прикатили на великах Знаешь, после какого Тело уже такое расслабленное И мусь тоже расслабленное Пошли Пошли Томас Смотри, как ползет Все, не спасешься Пошли Ищет, где бы спрятаться Ой, травку ест Поехала я, значит, на велосипеде Сегодня в банк И казалось бы, рядом прям находятся супермаркеты Где я постоянно закупаюсь продуктами Могла я купить продуктов И вернуться домой Но как бы я довезла эти продукты на велике Потому что у нас сейчас мышь повесилась В холодильнике За выходные абсолютно все съели У нас в холодильнике, кроме майонеза и кетчупа Ничего нет И надо купить очень много всего И вот на такие случаи Мне нужна корзинка на велосипеде Несмотря на то, что у меня велосипед спортивный И корзинка там совсем не смотрится Но я ее очень хочу Потому что у нас вот магазин находится в 15-20 минутах пешком То есть есть придомовые Но там разнообразие не такое большое Много продуктов нет И вот я хожу туда за продуктами Поэтому мне пришлось оттуда вернуться домой Оставить велик И снова идти в том же самом направлении Блин В общем, идем за продуктами Еще что-то готовить надо Вот это вот вечная дилемма Да, я готовить люблю Мне нравится готовить Но вот это вот придумать, что приготовить Иногда эти мысли занимают полдня Я Артура спрошу, что приготовить Он говорит, что хочешь, не знаю В итоге я на днях звонила маме Говорю, мам, что приготовить Она говорит, ты издеваешься Ты мне звонишь в Москву Спросить, что приготовить Готовь, что хочешь Спасибо Взяла такие попробовать Сливочные с малиновым топпингом Это Артура Он любит с ягодами А я люблю фисташковые Посмотрим Хорошо, что я не на велосипеде приехала На велике я бы точно не довезла Прошла я ровно одну минуту И уже устала В такие моменты мне так хочется Чтобы у меня была тележка Как у бабулечек Которые катят свои продукты Вот честно Мне кажется, это самая прикольная вещь И она необходима каждой девушке Чтобы не тащить эти сумки Я думаю, что в данном случае Тележка на велосипеде Мне бы не помогла Никаким образом Зачем я столько набрала? Не знаю Ладно Встретимся уже дома Прошла еще 10 шагов Но нет, я это точно не дотащу Я сейчас вызвала таксиста Спокойно доеду Чем получу какую-нибудь Крыжу по итогу С этими продуктами В общем, сижу, жду Надо все это расфасовать в холодильник И начать готовить Хлеб обычно свежий Шоколадка Такие вот барни Артуру Такие вот хлопья Тех, которые я обычно покупаю В магазине не было Поэтому взяла такие Я люблю традиционные Которые долго варятся И самые крупные Масло слизочное Две штучки Такие дела Лепешечки Которые Артур любит Их поджариваешь на сковородке И с двух сторон И все Мягкие Вкусные Такие обморозненькие Которые показывала Я сначала думала Что это клинские Сосиски Буковка похожа А потом Поняла, что Нет уже на кассе Когда пробивала Ну ладно Мне кажется Тоже вкусный Вот такие вот Творог Такой сок ян Я постоянно покупала В Москве С апельсином А вот зеленый апельсин И лам Я в Москве не видела И так удивилась Когда я здесь увидела Такой вкус Вот взяла Решила попробовать Ну молоко Let's be coffee Говядину сила Буду готовить Сегодня плов с говядиной Взяла Кукурузу Сварить Банан Лук Чеснок Яблочки Они называются Алмалары Это алматинские Или у них какое-то Другое значение Этого слова Не поняла Но я знаю Что алматинские яблоки Безумно вкусные Надеюсь Это алматинские Брала По чуть-чуть Чтобы особо Не тащить Чтобы не было тяжело Но было все равно Атски тяжело Огурчики Такие Попорчатые Люблю Ватные диски Грейпрут Одна штука Сметану взяла С творогом Кушать Беру такую От президент Вроде бы вкусно На длиннозерах Рис для плова Сыр взяла Один для салата Один на покушать Подсолнечное масло Потому что для плова Нужно много масла Плов должен быть жирный И в интернете Прочитала Приправы для плова Это зира Барбарис И кориандр Все Это все Сейчас упакуем В холодильник И будем готовить Ужин На вечер Не знаю как получится Но надеюсь что получится Это все Стоило 29 165 У меня почему коричневый Мне кажется Потому что я Лук когда жарила До золотистой корочки А потом Когда добавила говядину Он в итоге У меня немного Стал карамелизированным Лук И получилось Что у меня плов Такой коричневый Ну ладно Что поделать Не знаю Все таки Правильно я делаю Или нет Но мне кажется Что это больше похоже На Правду В общем Получился Такой вот пловчик Он конечно Темноватый Но Надеюсь Что он вкусный Мне кажется Он похож На настоящий плов Хотя бы На 15% Сегодня дело Только утром Маленький бутербродик И все К приходу Артура Я уже там Нарежу овощи Сделаю салат Его любимый С морковкой Сыром Фига себе Это очень вкусно Говядина Получилась Очень нежная Она хорошо Проварилась Я не претендую На роль Кулинара Я знаю Что мне до этого Далеко Но вот Для любителя И просто Для человека Который там В 3-4 раз В жизни Готовит плов Мне кажется Получилось Очень вкусно Все ребята Это я кушать Включила Ютубчик На флаг Который у меня Стоит На чехле Из-под айпада Доброе утро У меня красные Пухшие глаза Потому что я уснула Ближе к 5 утра Я всю ночь Ворочалась Не могла уснуть И спала 2-3 часа Потому что Я не знаю На каких Родостях Но я записалась На пробный урок В школу Английского языка Записалась На утро Хотя я Ты себя знаю Какое Кчёто утро Как вы знаете По предыдущим Влогам Я уже ходила На пробный урок В школу Английского языка ELC В принципе Мне там все понравилось Но я сначала Подумала Обсудить все С Артуром И только потом Записываться И когда я Рассказала Артуру Про методику Которая там Используется Он сказал Ты уверена Что эта методика Эффективная Она тебе подойдет Я решила Что наверное Традиционная школа Будет мне ближе И когда я позвонила В Гринвич Мне сказали Что там есть два типа Либо ты индивидуально Занимаешься с преподавателем Либо групповой Я вот выбрала групповой И сегодня у меня пробная Почему групповой Потому что все-таки Индивидуально Мне будет казаться Что как будто я с репетитором Это мне кажется Немного скучно И все-таки групповое Там живое общение С другими ребятами Не знаю Какого возраста Они будут Но все равно Мне все равно Сначала думала Поехать на велосипеде Ой Но потом подумала Что пройдусь Идти минут сорок Купила я в золотом Недавно Тональный Костеллаудер Немного другого оттенка Сначала я думала Что он мне идеально Подходит Но нет Он мне совершенно Не подходит Он темнее Чем моя кожа И опять видна разница Блин Что делать Я даже не знаю Причем я консультанту Говорю Вы знаете Мне нужен посветлее Тон Она мне дает этот Который я купила И я говорю Ой вы знаете Мне кажется Все равно он темный Она на меня так посмотрела Говорит Нет Не темный Я думаю Блин Ну реально Я чуть светлее Чем на самом деле Кажусь И когда я вот Перед вами стою Вам кажется Что я темненькая Но когда я выбираю тон Я знаю Что мне нужен светлый Светлее Чем Чем думают другие А покупать новый Ну блин Ну накладно Потому что Не из дешевых тональных Все почти дошла Судя по навигатору Я приду Я приду За одну минуту До начала Тютелька В тютельку Ну блин Я же не могу Поранше прийти Надо было Все равно На велике Потому что Задолбалась Немножечко 24 или 26 тысяч Не помню точно Стоит Групповое занятие Авария случилась Он сбил машину И уехал В принципе норм Там было Групповое занятие Со мной Были еще Две девочки То есть мы Втроем Уровень был Начинающий Все как мне нужно Просто Они немного Уже прошли От учебника И я как бы Начинаю Не с самого начала А пока что Говорят Группы Начинающей Нет Мне сказали Что уточняют В другом филиале По цене 24 или 26 Не помню Стоит Групповые занятия В месяц 54 или 56 Стоит Индивидуальные Но индивидуальные Мне не нужно Я бы хотела Групповое Вот Но пока не знаю К тому же Занятие Длится 50 минут Для меня Это маловато Мы только Начали изучать Тему Раскрыли ее Сделали Два упражнения Время закончилось Я бы хотела Позаниматься Часа полтора Как минимум Я пока думаю Мне пока будут смотреть Есть ли Начинающая группа В другом филиале Ну и если вы Знаете Какие-нибудь курсы Хорошие Английского языка Групповые То обязательно Посоветуйте В комментариях Потому что я Уже очень хочу ходить Но пока Что-то Что-то Но одно Могу сказать точно Побывав на этом занятии Я понимаю Что программа ELC Мне точно не подходит Потому что это цифровой формат А я бы хотела Вот как и здесь Сидеть За партой С учебником Читать текст Переводить Чтобы меня поправляли Слова которые Я не знаю Выписывать Там в цитратку С переводом Чтобы дома Повторять Учить новые слова И так далее Там же Там же В ELC Был цифровой формат Ты сидишь Все делаешь Перед компьютером А потом Уйдешь Разговариваешь С иностранцем То есть Как-то Мне кажется Ты как-то Глубоко Не изучаешь Не знаю В общем Сейчас иду домой Я еще сегодня Вообще не завтракала Ничего не ела Время уже 11 Пойду домой Покушаю У меня сегодня Еще маникюр Наконец-то Я за сегодняшнее утро Прошла 10 тысяч шагов На Как бы все Да На сегодня хватит Спасибо Продолжение Не надо А мне все На ногти Сейчас быстро Покушаю И побегу Но уже на велосипеде Пешком Я уже точно Сегодня Не хочу У меня еще много Еще 50 Но хотя Блин Кто меня знает Может быть Я снова На какие-нибудь Шишечки Отлюбаюсь И буду опаздывать Я хоть В принципе Минут Наверное 15 Но если что Покатаюсь Рядом Где-нибудь Сейчас скажу Что это за студия Не помню Как она называется Но я нашла Ее в 2GIS По отзывам Очень хорошая Студия По отзывам Поеду туда Иду туда В первый раз Если что Потом посоветую А этот салон Находится в доме Который я называю Как Сталинская высотка Такой С красивым пиком Мощным Только я так могла Я перепутала Их студию В другой студии Короче Они находятся Не в этом доме В другом здании Какой-то Легранд Бьюти-центр Там находится Студия Ася И вот туда Я иду На маникюр Хорошо Что я заранее Выехала Все Еду В итоге Все перепутала Это было Вообще Не в той стороне У меня просто Как оказывается Был перевернут Навигатор Я поехала В другую сторону Это прям Прямо у этого дома Вот находится Вот этот вот Бизнес-центр Я поехала Обратно к дому Ой Как хорошо Что я заранее Выехала Ну извините А вы думали Все будет С самого начала Идеально И еще до этого Я говорила Что в основе Невозможно потеряться Это просто я тупенькая Извините пожалуйста Вот сейчас В итоге Дошла Еще полчаса У меня есть Но лучше Я заранее приду Мало ли Там еще кабинет Не найду Там еще на девятом этаже Надо искать Поэтому Сейчас велик Припаркую И поднимусь Сразу Искать Мне кажется Полчаса мало Блин Не девятый этаж А девятый кабинет А я просто поднялась На один этаж Тут больше лестницы И нет И я такая спускаю И говорю Индия Как подняться На девятый этаж Никак Девятый кабинет Я говорю Там еще Другой клиент Вышла с маникюра Вот так вот Получилось Я очень довольна Очень В общем Это не салон Эта девочка Сама принимает В кабинете Клиентов Вот в девятом кабинете Ее зовут Асия Очень понравилось Что как мастер Что как вообще человек Мне безумно Приятно было с ним познакомиться И мне очень нравится Маникюр Который она сделала Посоветовала Цветочки Говорит Я купила новые цветочки Давайте попробуем накрасить В общем Я хотела однотонные Но в итоге с цветочками Я всем рекомендую Если меня там смотрят девочки Из Астаны Не знают куда пойти Или хотят поменять мастера Я оставлю адрес Если что Действительно Очень хороший мастер Один мой подписчик Пишет Который подписан на меня В инстаграм И смотрит все мои влоги Выложила сейчас в историю Кофе из кофе бум Мне пишут У вас что с ними бартер Они вам платят Вы столько его рекламируете Во всех влогах В истории постоянно Мне никто не платит К сожалению Даже по бартеру Мне не угощают кофе Хотя Хотелось бы Я просто такой человек Вот то же самое С этим мороженым Я всегда покупаю Одно и то же Если мне что-то понравилось Я буду это есть Пить Столько Пока он не начнет Тошнить от этого продукта Вот казалось бы Можно постоянно пробовать Что-то новое Новый кофе Новые продукты Вот мне девушка Посоветовала во влоге Попробуйте Зебра кофе На самом деле Я хочу его попробовать Просто я В пути мне Неудобно было зайти На днях я обязательно Зайду и попробую Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Оставляйте комментарии Скоро будет новое видео Из брового Поэтому подписывайтесь Чтобы не пропустить Пока Субтитры сделал DimaTorzok